Весеннее судоходство в Караганде открыто. Бесплатный вай-фай в автобусах. Возрождение обувной фабрики. Для кого весна в радость, для кого проблемы. Улица Вавилова в Караганде стала судоходной. Не пройти, не проехать. Пора придумывать паромное движение. Такая ситуация возле торгового дома Таир прослеживается не первый год. Правда, замечают ее только работники с этой улицы до жильцы. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Водные процедуры на улице Вавилова обеспечены каждому прохожему. Причем совершенно бесплатно. Из-под колес машин фонтаны воды обдают так, что в джакузи никогда такого не ощутишь. Мойка машин обеспечена. Здесь вообще асфальта нет. Мы каждый год почти подсыпаем ее балластом или чем и ровняем. Но она почему-то вот за зиму проседает вот опять вот это. Уходит туда вниз. А это не частная улица? Это не частная улица Вавилова. Города улица. Кстати, уж не назвали ли гостевой дом лагуна из-за моря, разливанного перед крыльцом? Чтобы гостям города было понятно, как проплыть к своему гостеприимному берегу. Ездить здесь можно разве что на Амфибии. Ездить здесь невозможно, потому что машины тонут, бьются. Поэтому ходим пешком. Пешком здесь дорога неблагоустроенная. Если ты на асфальт, там все будет весь грязный, потому что машины едут, естественно, воду обрызгивать. А никакого тротуара, ничего нет. Эх, лодочку бы сюда типа каноэ. Глядишь ли, денежки можно было бы подзаработать. И где предприимчивые люди. Все-то им только жаловаться. Мы идем, везде грязь, вода, скользко, не пройти. Машины брызгают, люди падают. Я сама сейчас упала. Все, надо делать, что-то в какие-то меры принимать. Так нельзя больше жить. Ничего. Вот солнце появится, лужи вытопит, появятся кочки. Стоп. Опять не то. У машин ходовка лететь будет, люди спотыкаться начнут. Может, однажды, раз и навсегда проложить здесь асфальт с ливневкой. Сергей Высокосов, Габиден Куржевбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Четыре раза карагандинец Игорь Гаврилюк обращался к председателю коллегии по судебной этике, но ответа так и не получил. А заставило Игоря жаловаться на судей, как он сам считает, некачественное проведение судебного разбирательства. Все началось с автосалона. В проблеме разбирался Николай Кровец. Карагандинец Игорь Гаврилюк не перестаёт обращаться в различные организации. Всё началось с того, что житель нашего города обратился в автосервис, чтобы ему отремонтировали двигатель Мерседес-Бенца. После окончания ремонта в автомастерской, получив гарантию, Игорь на отремонтированной машине не проехал километра, как произошло возгорание салона. По словам владельца, автосуд проходит с многочисленными нарушениями. Своё обращение Игорь Гаврилюк уже несколько раз отправлял к председателю коллегии по судебной этике областного суда, но ответа до сих пор не получил. Первый раз я обратился 6 января к председателю областного суда, где он сказал, что в Верховный суд можете даже не обращаться, всё равно придёт к нам, рассматривать будем мы. А так как после обращения во второй суд к председателю Абдирову, второго суда, я никаких ответов не получил, я четыре раза обращался в областной суд, в коллегию по судебной этике. Именно эта машина попала в автосервис, водитель которой после ремонта чуть не сгорел. Вот у меня сайт Верховного суда Республики Казахстан. На вот эту официальную страничку в интернете Игорь Гаврилюк заклядывает почти каждый день, чтобы узнать свои права. Мужчина показывает акт суди, на котором нет даты, времени и печати. Такие документы он стал получать после того, когда потребовал от суди видео и аудио записи судебного дела. Игорь Гаврилюк не собирается сидеть спокойно, когда нарушают все нормы закона. Он готовит обращение к президенту страны. Пусть знает глава нашего государства, как вершат правосудие в Карагандинском регионе. Николай Кровец, Габеден Куршбеков, Бахтярус Панов, 1-й Карагандинский. Караганда становится продвинутым городом по современным информационным технологиям. У нас появляются умные остановки, а теперь еще в общественном транспорте будет бесплатный доступ в интернет посредством технологии Wi-Fi. В честь юбилея города Аким Октябрьского района и компания «Ахуайар Казахстан» предлагают обеспечить общественный транспорт города Караганды бесплатным доступом в интернет. Наверняка кто-то подумает, что это авантюра. Это при нашем-то качестве обслуживания в общественном транспорте, когда пассажиры жалуются чуть ли не каждый день. Это когда на остановках нельзя узнать о расписании движения маршрутов. Да вообще о маршруте ничего нельзя узнать. А тут интернет в автобусе. Для кого? На сегодняшний день мы запустили один тестовый автобус, в котором предоставлен всем пассажирам бесплатный Wi-Fi. В наших планах еще до середины следующего месяца мы будем запускать 10 автобусов. И за этим последует, это будет пилотный проект, и за этим последует, собственно, оснащение всего подвижного состава города Караганды, всех автобусов, полный доступ в Wi-Fi. Инициаторы проекта считают, что они предоставят высокотехнологичный инструмент среднему и малому бизнесу. Позволят эффективно проводить информационно-рекламную политику с ориентацией на целевую аудиторию. Компания Fire Kazakhstan обеспечит подачу рекламной информации напрямую в устройства пассажира автобуса. Это может быть мобильный телефон, смартфон, планшет и тому подобные устройства. Пользователь получает возможность просмотреть рекламную информацию о товарах и услугах, а также о социальных событиях города. Эта идея может воплотиться, если автопарки номер 2, 3, 5 предоставят возможность установки оборудования в автобусе. А что, идея прекрасная? Чем Караганда хуже европейских городов? До конца текущего года планируется установить оборудование в 100 автобусах. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин Херкюль Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Амин Асмакова с подробностями Карагандинская обувная фабрика вновь возродилась в августе 2011 года Руководство предприятия специально выкупило именно здание старой фабрики Для того, чтобы снова воссоздать былое производство обуви В одну смену фабрика дает более 200 пар Обувь, кстати, специализированная Ее носят металлурги, шахтеры, инженеры, дорожные строители и многие другие Через пару лет, обещает руководство обувного производителя Будет выпускаться не только обувь для работников различных предприятий Но и повседневная, женская и мужская Конечно, фабрика и сейчас производит классические модели мужских туфель Но в ограниченных количествах На этом огромном предприятии три основных цеха Закроемый, пошивочный и швейный В цехах работают целые бригады, которые отвечают за каждую деталь обуви От подошвы до шнурков Люди приходят у нас в рабочий день, начинается с полвосьмого утра И у нас оборудование, их нужно запустить, они должны разогреться и так далее И потом начинается, каждый знает свою операцию И, соответственно, каждый начинает выполнять свою операцию И в итоге, когда все работают слаженно, то все получается своевременно С половины седьмого утра и до четырех вечера работа на фабрике кипит Раскройщики, швей и другие мастера передают друг другу детали, которые в итоге превращаются в обувь Сначала раскройщики делают выкройки Кстати, формы для выкройок самых разных размеров От 35-го и до 50-го размера Раскройщики на протяжении целого дня делают выкройки верхней и нижней части обуви И передают в пошивочный отдел Именно в этом отделе более десяти опытных портных, сидя за швейными машинками, создают наружную часть продукции Здесь же у них висит разработанная модельером модель выкройк Самое интересное происходит в следующем отделе, где и происходит основная заготовка будущих сапог и ботинок Каждый из мастеров имеет свое рабочее место и оборудование, которое позволяет сделать детали обуви Кстати, оборудование на фабрике одно из самых последних моделей Благодаря качественной и современной технологии через пару лет фабрика будет выпускать около 800 пар обуви в смену Новая техника – это не только количество выпускаемой обуви, но и ее качество Материал, с которым приходится работать, натуральный Кожа, меха привезены из-за границы Всего на фабрике работает около 60 человек В будущем здесь собираются открыть еще 150 рабочих мест Чтобы качество было на высшем уровне, директор лично искал тех людей, которые проработали не один десяток лет еще на старом предприятии Путем усиленных поисков нашли мы и технологов, и модельеров, и начальников цехов И создали небольшой коллектив, косяк которого в основном составляют именно старожилы Старожилы работают, как и раньше, не покладая рук У каждого из них стаж более 30 лет К примеру, Елена Шамшулина пришла на обувное производство в 1976 году Женщина делала выкройки и сейчас на новом предприятии продолжает это делать Когда на ту старую фабрику, мне сначала обучали Сначала я стягила каблуки, а потом меня поставили рубить И обучали меня старой рабочей Старой рабочей учили, я так продолжаю работать Елена Шамшулина делает выкройки для обуви А модельер Нина Рунц разрабатывает их Женщина около 40 лет придумывает и рисует модели сапог и ботинок Весь рабочий день Нина Рунц подстраивает под вкус заказчиках свои наброски И создает на бумаге будущую модель обуви Все осталось здесь, как и раньше, в 1970 году, говорит опытный модельер Кроме модели, мода меняется и вид обуви меняется Меняется только направление моды Раньше модели были, конечно, проще, не такие усложненные Сейчас, конечно, модели очень сложные Очень много деталей настрочных, такие спортивные, накладные Поэтому сейчас модели посложнее, чем раньше Как и на других предприятиях, несмотря на такое количество выпускаемой обуви У фабрики тоже есть свои проблемы Проблема рынок сбыта К сожалению, несмотря на то, что Караганда является очень промышленным районом У нас в республике много заводов, фабрики Но, к сожалению, тяжело очень со сбытом Как бы сбыт, конечно, потихонечку нарабатываем Но, как вы знаете, рынок затоварен Очень много обуви привозной, которая не отличается качеством Но цена дешевая, соответственно Мы работаем на всех натуральных материалах Поэтому у нас цена, конечно, чуть-чуть повыше Это дело поправимое По словам директора серии Катала Спекова В будущем будет увеличено число выпускаемой продукции Также Карагандинская обувная фабрика будет производить обувь Не только для земляков, но и для всех казахстанцев Что ж, с новой фабрикой в Караганде возвращается Была и слава лучшего производителя обуви Амина Смакова, Ожас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Только 40% государственных служащих Карагандинской области В разной степени владеют казахским языком К такому выводу пришел Национальный центр тестирования Который проводил опрос в нашем регионе Само тестирование государственных служащих региона Началось еще в конце прошлого года Свыше 2,5 тысяч человек прошли тест На определение уровня знания языка Абая Владение государственным языком оценивалось по 5-уровневому знанию От базового до абсолютного В Караганде чиновников, владеющих государственным языком Больше, нежели в районах Их около 60% В области 40% Все государственные служащие работают еще в аппарате Акимов области И во всех управлениях, комитетах, департаментах Все государственные служащие прошли вот такое тестирование К сожалению, результат от теста показал о том, что На сегодняшний день в Караганде чиновники всего 40% государственных служащих Владеют государственным языком Но эти проценты характеризуют знания государственного языка чиновниками На уровне базового до среднего На пятый, высший уровень в области поднялись только 2% государственных служащих В Караганде это цифра чуть выше И объединяет уже 3% чиновников, отлично знающих казахский язык Сергей Узакосов, Габиден Курышбеков, Бехтия Руспанов, Первый Карагандинский Праздник Наурез – один из самых древних праздников на Земле Он отмечается уже более 5000 лет как праздник весны и обновления природы В эти дни все накрывают богатый дастархан, который символизирует достаток и изобилие в семьях В преддверии празднования Науры Смирамы в школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Прошла акция «От сердца к сердцу» На праздничные встречи побывала и наша съемочная группа Организатором праздничного мероприятия стал Центр Логос Караганда Который оказывает детям с ограниченными возможностями психологическую, моральную помощь Очень больно наблюдать, когда прекрасный, добрый, любознательный ребенок Лишен всех прелести полноценной жизни из-за своей болезни Зачастую эти дети бывают очень ранимыми А такие праздничные встречи помогают им поднять настроение, почувствовать себя наравне с остальными Организаторы говорят, что намерены чаще уделять внимание таким детям В нашем центре мы оказываем детям и взрослым помощь отравительную и психологическую Туда входит и пони терапия, и собак, канистерапия, это лечение собаками И разные отравительные услуги проводим Собравшиеся с большим удовольствием посмотрели концертную программу, организованную в честь праздника Наурыс Пели песни и танцевали Праздник подарил всем море позитива и хорошего настроения Родители, в свою очередь, выражали огромную благодарность организаторам и преподавателям школы-интерната За оказанное внимание и проявленную заботу к их детям Сегодня у нас прошел праздник Наурыс Дети очень хорошо выступили Побольше бы таких вот праздников В Наурыс желаем крепкого здоровья, счастья, здоровья, успеха всем И большое спасибо нашим учителям, всему коллективу за их поддержку То, что наших детей они не оставляют Реабилитация детей с ограниченными возможностями должна начинаться именно с таких малых встреч Чтобы потом дети могли проявить себя еще в больших кругах В завершении встречи ребята покатались на пони и радовались весне Надеемся, что акция «От сердца к сердцу» еще найдет свое продолжение Гульнур Жакен, Габидин Крушпеков, Бахтер Успан, Первый Карагандинский Самые яркие обитатели тропических лесов планеты появились в Караганде Сегодня в областном историко-краеведческом музее открылась выставка экзотических птиц Как поднимают настроение людям необычные попугаи, узнавал наш корреспондент Эта тропическая птица привлекла внимание многих карагандинцев Не только своей разноцветной окраской, но и тем, что умеет разговаривать Правда, сегодня она больше рассматривала людей По словам администратора выставки, каждая птица чувствует в людях добрые отношения Поэтому они всегда отвечают взаимностью Эта тропическая птица очень любит внимание людей Она умеет не только целоваться, но и даже разговаривать Выставка экзотических птиц уже побывала во многих городах Казахстана На ней представлено свыше пяти десятков необыкновенных животных Среди которых кокаду, аратинги и гвинейский турака Птицы закупали в специальных питомниках за границей Пормируем продукты, такие как семечки, фрукты, бананы, яблоки Все исключительно в том качестве для обитания Особенно много людей на этой выставке собирает маленькая обезьяна Она постоянно пьет молоко из бутылочки Но иногда ее радуют посетители разными сладостями Выставка птиц для карагандинцев продлится до 1 июня Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Наурыс – самый главный праздник у многих народов Азии Который отмечается уже больше пяти тысяч лет Наурыс – это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни С каким настроением его встречают карагандинцы, смотрите в следующем сюжете Наурысом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март Кроме того, 22 марта – это еще и день весеннего равноденствия В этот день небесные светила после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания И начинают новый путь А что для карагандинцев значит праздник Наурыс? Друг друга поздравляем, кто из них даже обиделись, они друг друга должны на этом празднике прощать Наурыс уже надо кушать, борсаки надо печь, бешбармак надо Как всегда это бешбармак, борсаки Ну как всегда на площади, конкурсы его смотреть, всякие столы как накрывают, бюрты ставят Ну поздравляю всех с праздником Наурыс, здоровья всем, счастья, чтоб хорошо отметили все праздники Ну настроение очень хорошее, хочу всех поздравить, своих сограждан, друзей, родственников, соскупачьим новым людям, пожелать здоровья всем, чтобы у нас было, как говорится, тишина и мир Дело в том, что я сейчас работаю, да, и праздник для меня, ну, выходной день Иногда ходим, конечно, в какое-то странное время, вот всех с наступающим Всех, кстати, поздравляю карагандинцев и вас в том числе с наступающим праздником Вообще, шикарная погода, замечательное настроение И все мир во всем мире, ребята И последняя информация на сегодня 27 марта 2014 года в фойе Большого зала Акимата города Караганды состоится проведение Дня открытых дверей по адресу Бульвар Мира 39 С 9.00 до 12.00 часов можно получить консультации по вопросам социального обеспечения, оказания коммунальных услуг, предоставления жилья, пассажирского транспорта, состояния автодорог, связи, работы с КСК, регистрации объектов кондоминиума, выделения и содержания жилья, благоустройства города, землепольства, по правовым вопросам, по вопросам недопущения роста цен на товары первой необходимости Телефоны для справок 42 11 08 41 09 47 Это были все новости на сегодня Я с вами прощаюсь Приятных вам выходных Аман Саугулнгсдар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин